мы попросили молодых белорусов написать нам что они думают о нем я сейчас зачитаю это наш рок-король это типа вашего гребещикова но музыка другая благодаря ему я пошел в оппозицию еще в школьные годы благодаря ему мое поколение начало говорить на белорусском очень скромный вегетарианец зож националист хорошем смысле слова здравствуйте левон вольский добрый вечер кто не знает песню три черепахи это тоже это тоже левон вольский я вот но я хотела спросить сейчас у клипе которые мы видели совсем недавно враги народа враги народа очень много босха почему босх какой сейчас год беларуси сейчас среди вековья ну конечно беларуси полное средневековье если судить потому что происходит на улице по той про то как то что можно сделать с человеком простым который не не является каким-то ну так называемой элитой если он не находится в каких-то властных структурах с ним можно сделать все что угодно право абсолютно нет и нет даже проекта разговора да белорусский народ вообще никак не похож на средневековый народ но народ конечно слава богу народ не похож конечно средневековый народ но власти поводит ведет себя совсем по средневековому вы сами сказали слово элита я к нему привязалась ваш отец писатель ваша мама поэтесса ваш дед драматург переводчик писатель но вы тоже золотая молодежь как же вы дошли до жизни такой что сразу как-то раз и 20 лет икона молодежи 30 лет извините 30 лет икона молодежи то есть не поете песни про колхоз и передовиков в одном учебном заведении у нас сложилась такая рок-группа хотя мы учились на художников но почему-то в процессе этого обучения мы создали рок-группу и уже тогда писали такие тексты которые но в восьмидесятые годы в конце восьмидесятых нам не хотели давать разрешение на выступление там с печатью и подписи тоже сказали у вас такие тексты у вас но это невозможно для советской молодежи такое слушать нельзя хотя уже была гласность перестройка в то время но отказанное ответственное лицо в горосполком и стану отстала была такая была такая тетя она стала просто грудью на защиту белорусского народа вот который до которого не должно было дойти это безобразие но тогда было проще тогда можно было это обойти все тело встала на засчета белорусского народа А при этом молодежь, видите, говорит о вас, что благодаря вам знают белорусские. И что вы националист в хорошем смысле слова. Что такое, кстати говоря, националист в хорошем смысле слова? Я не знаю, честно говоря. Но мне кажется, что белорусский язык красивый, и на нем можно выразить все, что угодно. Это доказали наши писатели, поэты, музыканты лучше. Что, несмотря на то, что власть называла язык бедным, что он недостаточно хорош для того, чтобы выражать какие-то... Что, конечно, там Пушкин и Толстой не писали бы на таком дурацком языке, когда говорил сам Лукашенко, такого типа что-то. Но мне кажется, что в Беларуси должен быть превалировать, по крайней мере, белорусский язык. Может быть, поэтому я националист в хорошем смысле слова. Мы разговаривали со многими белорусами, разговариваем. И я их давно прошу назвать главную протестную песню. Тры, черепахи. И в нескольких человек мне сказали, что... Ну, вы же знаете, это наш неофициальный гимн. Вы гимнописец. А? Вы написали гимн. Наверное. Ну, я альтернативный гимнописец. Это очень интересно звучит. А не завтра мочуешь с коммунальной епартией. Живет тебе мой мелкотлёв. Знаешь, умеешь, гордыш, той, сянею, шоу, наше место нарком не дашь. Все вместе! Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шакай, сюрпризом я буду. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шакай, сюрпризом я буду. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шакай, шакай не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шакай, ты не шакай. Весь мир меняется. Там уже решили, что уже был Галилей, был Коперник. Ясно, что земля, она не плоская. Но у нас, в отдельной взятой стране, все-таки земля плоская. Она на китах, на черепахах, на слонах. Все как надо. Знаете, наши зрители на меня часто обижаются, потому что я все время спрашиваю героев. Ну, такие у нас герои. Как вы думаете, почему вас до сих пор не посадили? Я не знаю. Я на этот счет не думаю. Ну, как-то так получилось. Ну, один раз мы были близки к этому. Мы вышли 25 марта. Это у белорусов называется День воли. Это день, когда была провозглашена Белорусская Народная Республика в 2018 году. И мы решили в центре города сделать такую импровизацию, выйти с гитарами. Лидеры известных рок-формаций белорусских. Мы взяли гитары в шутлярах акустические, взяли такую колонку на батарейках, как уличные музыканты играют на таких. Вот. И мы вышли в центр города, в такую маленькую площадь. Мы начали там разворачивать все это дело. Ну, и нас аккуратненько попросили пройти в автобус. А вот уже подъехали. Так, музыканты. Здравствуйте, господи. Грана начальника центрального РУД попросил проезд. Ну, ничего страшного. Нас завели в какой-то учебный класс. Стояли парты такие, ну, милицейские такие, немного обшарпанные. Вот. Ну, там не было ничего написано, не выцарапано, ничего там не было. Потому что, ну, в школе обычно там что-то все-таки пишут. Нет, ну, милиционеры аккуратны, все просто. Просто они были не свежи. Вот. И там с нами, с каждым из нас провели какую-то странную беседу. Мне попался какой-то более с формальным подходом человек. Он написал какой-то... Вы, значит, шли по улице. Я говорю, да, я шел по улице. Мы шли за чехранным музыкальным инструментом. Да, я шел по улице за чехранным музыкальным инструментом. Хорошо, я так и пишу. Он так и написал. После чего вот я шел, меня попросили пройти в микроавтобус, и мы приехали сюда. Он все это написал. С моих слов записано верно. Ну, я не стал, да, действительно. Я подписал, ну, и там что-то было написано, что если вы... Ну, я вас предупреждаю, что если это повторится, что повторится? Ну, если вы будете что-то там провоцировать, я не... Так что повторится? Я шел с музыкальным инструментом по улице. Ну, в общем, нас отпустили после этого. Они сами понимали, что это абсурдная ситуация, как это ерунда полная. Ну, это единственное, когда нас подвергли каким-то репрессиям. Вот. Но мне кажется, что сейчас никто не защищен в Беларуси от каких-то таких действий. Потому что все понимают, что если это будет продолжаться, и если это все затухнет, то все равно всех будут искать, всех найдут. Как они уже сказали, генеральный прокурор сказал, что мы найдем всех, кто этим участвовал и кто организовывал. Ну, поэтому что терять людям? Ну, недавно на свободу вышел Александр Помидоров, музыкант. И который, ну, тоже известная личность. У него хорошие альбомы есть. Он такой хороший рок-поэт. У нас сейчас принято такие дворовые встречи делать, когда просто жители района встречаются во дворе, там выносят какой-то чай, что-то там, какую-то выпечку. Ну, вот Саша Помидоров там играл на таком дворовом посту. Ну, потом приехал в автозак, его упаковали в автозак, и дали судья, давая ему восемь суток. Вот он их отсидел, а сейчас вышел недавно. А, еще в переходе забрали кадр-бенд, который играл песню «Мурль». Ну, это одна тоже из песен этой нашей теперешней, ну, не революции, не революции. Вот они просто играли в переходе, это все. Приехали ребята, и тоже им дали сутки. Там одному тринадцать, второму одиннадцать, третьему еще. Ну, почему-то разные, может, разные судьи были. Эта песня «Давай разрушим эту тюрьму» я пытаюсь сейчас сообразить. Правильно, да, они играли в переходе? Да. Почему так важна музыка для протеста? Люди действительно их поддерживают это. Когда мы играли на Майдане, на Первом Майдане, тогда было тоже, приезжали всякие из других стран музыканты поддержать украинский народ. В 2004 или 2005 это было. Мы приехали, был страшный холод просто. Очень холодно было. Но люди, постоянно была музыка, постоянно играли, играли там люди. Постоянно был какой-то ритм. И люди стояли, ну, пританцовывали постоянно. Но это был самый большой по количеству публики концерт в моей жизни, потому что там было 500 тысяч просто стояло на улице. Им надо было давать эту вот сильную дочь, чтобы они не замерзли просто. Я хочу поставить себя на место, хотя мне это довольно трудно, любого пропагандиста, российского ли, белорусского ли, сказать, ну, конечно, 500 тысяч публика, концерт, Майдан. Гонорар-то, наверное, Гузе платил? Ну, нет, это смешно. Гонорар, мы сами оплачивали даже автобус до Киева и назад. Мы скидывались. У нас там несколько групп ехало. И мы оплатили. Это был страшноватый автобус, потому что у нас не было нормального бюджета. Но мы оплатили, сами поехали. То там нас встретили, покормили каким-то борщом, вот, дали кофе, чай. Потом мы сыграли, и мы тут же поехали назад. А что будет с вами и с Белоруссией через 10 лет? Ну, я думаю, через 10 лет все будет хорошо. Беларусь будет нормальной, нормальной страной, демократической. Уже наладится, абсолютно, я думаю, промышленность и сельское хозяйство, и все это с чем так... Вроде бы носятся постоянно, и чтобы постоянно, вот, за 26 лет, все никак не... Ну, конечно, по телевизору передают, там, знаете, надой, там, намолотили столько всего, прекрасно. Ну, как-то вот, ну, что-то вот мы вкладываем, вкладываем туда все сельское хозяйство постоянно на дотациях. Мы же намолачиваем там какие-то сумасшедшие там тонны зерна. Мы там что-то, постоянно у нас урожай хороший. Вот. А все равно на дотациях, все равно... И какую-то Литву мы не можем обогнать никак. Ни Латвию, ни Литву, ни Польшу. Сейчас уже Украина набирает немного оборотов. А мы все-таки как-то боремся за урожай, боремся. Как-то все не получается. Я думаю, что через 10 лет все будет нормально. Эти несчастные заводы, где люди просто ходят на работу, чтобы получить какую-то нищенскую зарплату, и там пилят какие-то детали, которые потом отвозят на склад, и они там лежат. А сейчас, по-моему, люди итальянской запастовкой занимаются на многих предприемствах, потому что им пастовать нельзя, потому что их уволят просто. Ну, там, или посадят там этих, кто... лидеров, стачкомов. Они уже все практически отсидели по 15-20 суток. Ну, тогда можно работать по-итальянски. Потом много всяких появилось таких интересных тенденций. Кибер-партизаны. Шикарные, да. Шикарные. Да. По каналу государственного, правда, в интернете вдруг показали разгон протестов, там, какие-то изверства этих силовиков. Ну, я не знаю, наши бабушки, конечно, не смотрят в интернете, скорее всего, но кто-то за границей, наверное, смотрел. Есть же такая масса людей за границей, которые живут, в Штатах, например, которые уверены, что Лукашенко молодец. Ну, это люди, которые уехали из Беларуси. Они не возвращаются назад, но они почему-то там, будучи там в этих отдаленных краях, уверовали в то, что Лукашенко молодец, у нас прекрасная власть. И они часто пишут в интернете про это все. Ну, вот им... И они смотрят, наверное, все это. Вот как раз они в интернете смотрят каналы, ну, и показали им тут немного. Знаете, мы в Берлине 9 августа. Были, конечно, у посольства, потом ездили везде, везде, где собирались белорусы, и пытались найти в Берлине хотя бы одного человека, который был бы за Лукашенко, который пришел бы голосовать за Лукашенко. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы, то бяры, а мор кулка рухне, 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 и поховая свет старый. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы, то бяры, а мор кулка рухне, 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 и поховая свет старый. Мы потом посмотрели на итоговые списки голосовавших в Берлине. Были поданы голоса за Лукашенко, и почему-то сумма этих голосов равнялась числу сотрудников посольства белорусского. Ну так и было, скорее всего. Других мы не нашли. Других мы не нашли категорически. Любопытно. Но я хотела вас вот о чем спросить по поводу экономики. Ваш коллега, композитор Сергей Невский, который, собственно, дружит с Марией Колесниковой, он недавно был в Штутгарде, где, собственно, они вместе учились, где училась Мария. И он там выступал перед немецкими политиками. Композитор выступал перед немецкими политиками и сказал, знаете что, немецкие политики. Вы в курсе, что есть автоконцерн МАЗ в Минске, Минский автозавод? Вот они производят, например, в том числе и автозаки. А в курсе вообще, что это совместное предприятие? И, например, моторы для МАЗов поставляет Штутгарт. И совсем недавно был скандал здесь, в Германии, когда обнаружилось, что, собственно, белорусский ОМОН тренирует, оказывается, немецкие полицейские. Вот хорошо, но тренировали. Да, да, да. Что мы с этим будем делать? Что нам с вами делать с этим? Такая парадоксальная вещь, что как только началась эта ситуация с Украиной и война там, тут же как-то эта власть наша стала почему-то легитимной. Тут же они стали миротворцы, начались эти минские встречи. Меня это не то что злило, но как-то это было все совсем не на месте. Когда вот миротворец самый большой, он там ходит между Меркелем и Макроном, и он готов даже отправить какую-то там миротворческие бригады какие-то из Минска туда. И все сразу были сняты все санкции. Хотя ничего не произошло, тут никакой демократии особенно не пахло. Легкая либерализация, открылись кафе и рестораны какие-то. Был маленький выбор, стал нормальный в Минске. Немного стало больше выбора в этом смысле. И все сразу сказали, ну классно теперь, не надо ездить в Вильнюс, можно и тут сходить в какой-то модный бар. Это была ситуация такая странноватая. Что такое случилось? Но случилась вот эта ситуация в Украине. Из-за этой ситуации в Украине у нас тоже власть испугалась, потому что как это там. Ну, у нас же тоже могут оттяпать постепенно что-то, а может и всех нас. Кому-то не хочется быть просто губернатором какой-то области, а ему хочется быть королем в конкретно взятом регионе уже лучше, чем мы с губернатором. Поэтому они тоже начали немного откручивать гайки. Там можно было продавать рубашки символикой, можно было продавать какие-то флаги даже, бело-красно-белые, в каком-то магазине отдельно взятом. На это не то, что закрывали глаза, даже они сами все ходили уже ряженые в этих вышиванках. Там министр иностранных дел, например. Да и сам лидер мог так щегольнуть в чем-то выше. Уже там, ну, как-то к белорусскому языку отношения не было такое пренебрежительное, что типа колхозники какие-то, смешно даже. Хотя сами все из колхоза они вышли. Ну, поэтому и такое отношение, с чего это вдруг были сняты санкции, что такое сделали эти люди, чтобы там, ну, а, ну да, они выпустили политзаключенных, наличие которых они почему-то постоянно отрицали, потому что это, это же уголовники. Это же уголовная статья. Сейчас они опять набрали политзаключенных, нормально. Сейчас они все опять уголовники, то же самое. Ну, они набрали, ну, значительно больше, чем тогда. И теперь опять можно торговаться. Ну, не дадите денег, так мы тогда и будем. Хай сидят. Мы еще посадим. А вы сейчас в Минске? Вы сейчас где? Я временно за границей, но я буду возвращаться скоро. Не боитесь? Ну, конечно, боюсь. Ну, что делать? Если к вам сейчас подойдет фея с блокнотиком и скажет, ля вон, я сокращенная фея по сокращенной программе, одно желание, вот здесь напиши одно имя, и он завтра стоит президентом Беларуси, он или она. Какое вы имя напишете? Ну, я вам не буду говорить, но выбор очень широкий. Выбор страшно широкий, потому что, ну, можно нормальных, адекватных людей более чем достаточно. Ну, сам я не хотел бы, хотя мне постоянно кричали что-то, ля вонов президенты, но это смешно, потому что я абсолютно не... Мне даже... Ходить на какую-то режимную работу, мне страшно подумать про это. Поэтому, ну, чтобы мне завести государство в тупик, там, не справиться с сельским хозяйством, я абсолютно не знаю, что там надо делать. Так что это не... Ну, хотя на это и есть министр сельского хозяйства, конечно, да. Вам самому пахать не надо? Нет, но я нет, я не... Я пока лучше буду делать то, что мне нравится и то, что хорошо получается. Ваш коллега уже упомянутый, Павел Ракелян, знаете, что сказал, когда я тот же вопрос задала? Там, правда, была рыбка у него. Я спросила его тоже, какое имя вы напишете? Знаете, что он ответил? Свою. Ну, раз Паша... Я согласен, пускай будет Ракелян. Вот так как раз. Войдете к нему в правительство? Министром культуры? Нет, нет, нет. Я же сказал, что я не хочу ходить на работу к восьми каждый день. Но я готов консультировать по некоторым вопросам. Ну, раз уж вы не хотите быть ни президентом, ни министром, а готовы консультировать... Консультировать, пожалуйста. Консультировать президента Ракеляна. Кстати, сказать, опять же вопрос как к националисту в хорошем смысле слова. А президентом Беларуси может быть человек по фамилии Ракелян? Ну, почему нет? Не такой уж вы националист, я смотрю. Почему? Он владелец белорусским языком, хорошо. Все в порядке. Не могли бы вы проконсультировать будущего президента сейчас? Илюстрации нужны, не нужны? Как? Ну, это надо осторожно. Ну, это очень такой скользкий вопрос с этими иллюстрациями. Ну, сначала надо сказать, что их не будет никаких вообще. А уже там надо смотреть. Левон, вы очень мудрый человек. Даже если тщательно это пытаетесь скрыть. Вот я пытаюсь поставить себя на место Лукашенко. Это трудно, но пытаемся. Вы же наверняка тоже это пытаетесь как-то... Вот, а что ему сейчас делать? Вы же его обложили со всех сторон. Вы, это в смысле мы, люди доброй воли. Он не в состоянии уйти с поста президента, потому что... Я не зря спросила про иллюстрацию. Вы же его тут же посадите. И, в общем, я за. Но это же тупик. Он не может уйти, потому что он не хочет сесть. Что делать? Ну, конечно, сам он не уйдет. Сам он не уйдет. И это было ясно с самого начала. Что раз он... Когда был первый импичмент, я не помню, как это был год. 90-е. Не первый импичмент, а была угроза импичмента, когда парламент был готов это сделать, потому что он нарушил там закон много где. Тут из России приехали такие миротворцы, Примаков, там еще кто-то. И они как-то поговорили с этим Шушкевичем. Там был такой еще у нас... Ну, не спикер парламента, там вообще кто-то какие-то там... Они все уже давно, кроме Шушкевича, все там кто в Калифорнии, кто где. Вот. Шарецкий был такой вот. И Примаков приехал, что-то они там закулисно поговорили. Мы стояли там в мороз на улице, там протестовали. Ну, просто, ну, нет, все нормально. Импичмента не будет. А тогда уже вышел этот лидер по телевидению. Такий весь он унылый был, какой-то грустный весь. И такой совсем не в форме. Сказал, ну, наверное, придется уходить. И после этого он понял, что есть опасность. Что вот сейчас заберут, вот мою прелесть. И тогда все. Ну, и тут началось все эти... Все эти очень-очень неприятные, трагические вещи. Ну, тут там сцену и вышел Лукашенко весь белым. Да, да. И потом уже начались референдумы, исчезновения людей, которые, безусловно, были опасны для него. Поэтому, конечно, он сам никуда не уйдет. Так что делать-то? Люди разберутся. Сейчас идет не по такому сценарию, который обычно, что людей надурили, там написали 80%. Все это, ну, вышли на протест на завтра. Или сегодня в этот день вечером. 50 тысяч всех разогнали, побили. 700 человек там куда-то посадили. Потом выпустили. Кого-то не выпустили, чтобы торговаться потом с Европой и Штатами. Там человек, ну, я не знаю, 20 оставили. Этих всех выпускали. Кому-то там раздробили ногу. Кому-то там тоже, ну, что-то там не повезло. Ну, все потом надо идти на работу, что делать. И все ходят злые, недовольные. Ну, а что? А тут пошло абсолютно по непредсказуемому сценарию. Это все. Этот триумферат появился. Абсолютно неожиданно. Просто я сам смотрел на все это, что происходит. Что это? Такого никогда не было. Так что сценарий идет абсолютно не такой, как всегда. И это вдохновляет. Возвращаясь к мнению о вас, белорусских молодых людей, что благодаря Ливону я ушел в оппозицию еще в школьные годы. 30 лет икона молодежи. 30 лет икона молодежи, боже мой. 30 лет икона молодежи. Все уже на пенсии, а вы все еще икона молодежи. А вы себя ощущаете вообще отцом оппозиции? Нет. Нет, я надеюсь, что я достаточно скромный человек. Безложная скромность, я скажу вам. Я не чувствую себя легендой, какой-то иконой оппозиции. Почему оппозиции? Но если бы, я не знаю, если бы была какая-то другая ситуация с властью, мы бы тоже, наверное, были в оппозиции, скорее всего. Потому что рок, рок это все-таки анархисты. Мне близки эти идеи. Не до конца что-то можно у одного автора почитать, что-то у другого. Но, конечно, власть есть зло и так далее. Про это все падают, все рокеры всегда. Так что если бы не было этого лидера, были бы какие-то другие, было бы что критиковать тоже, я думаю. Ну, я пою не только там про то, что надо ломать сценарий там, или там какие-то, ну, что-то против. Я много, даже про любовь бывает. Но вообще, конечно, я сочувствую орокелянок. Иметь такую оппозицию в вашем лице, да? В общем, ему будет тяжело. Как президенту Беларуси. Спасибо, Леон. Живи, Беларусь! Живя! Вам спасибо. Живи, Беларусь!